Самые яркие события и новости Орска прошлых лет. Смотрите далее. Я уже устала, не могу. Дома плахнет плесенью. Вот это плесень, это сырость, это есть туберкулез, астма. Без слез и опасений за здоровье жителям поселка Леватор дома находиться невозможно. Грунтовые воды стали неразрешимой проблемой. От них рушатся стены, полы все время мокрые и повышенная влажность воздуха. Ждать, пока упадет крыша или жилье отправится в плавание, орчане, естественно, не хотят. Вот уже около двух лет они обивают пороги всех ворских инстанций. Мы к Лунину обращались, к РЖД, которые непосредственно идут у нас, как трубы, к депутату Куюковой несколько раз обращалась. Она сюда даже приезжала несколько раз. В итоге состоялась встреча на тот момент с главой города Юрием Бергом. Он лично приехал и оценил ситуацию. После этого визита была создана специальная комиссия. Она и решила проблему, но лишь на время. Вскоре вода появилась снова. Отчаявшаяся Орчанка снова стала обзванивать все инстанции. По ее словам ей обещали разобраться. Но до сегодняшнего дня ничего не изменилось. От устных прошений Ирина перешла к письменам. Ответы приходят, но утешения от них мало. В настоящее время прекратился уровень подъема грунтовых вод и уровень стабилизировался. Товарищ Затков ответ дал. Товарищ Лунин, что тоже ведется у вас откачка вод из скважин. И вот так же есть из прокуратуры письмо Ленинского района. Тоже. Что уровень понизился в настоящее время от 0,6 до 1 метра. Таким образом, на основании этого у вас все нормально. Соседка Ирины тоже негодует. Вместо погреба у нее образовался бассейн. Ни солей не поставить, ни картошку убрать на хранение. Вода не уходит с самой весны. Тамара Михайловна также получила письменный ответ от районной администрации. У 29-го пришло письмо советского района от товарища Заткова, в котором пишут, что прекратилась выкачка воды из скважин. Как нам объяснили в районной администрации, мониторинг уровня грунтовых вод производился все лето. Тогда были подключены две водооткачивающие скважины. Они помогли на время стабилизировать и даже уменьшить уровень воды. Но опять же ненадолго. Сейчас насосы в связи с заморозками пришлось отключить, и вода вновь завоевывает территории. Проблема эта серьезная, и городская, и районная администрация понимает. Но простого решения здесь нет. Здесь необходимо строить дренажную систему. А для того, чтобы и построить, не навредить другим домам этого поселка, необходимо проектное решение. Чем мы сейчас и занимаемся. То есть мы смотрим, рассчитываем, как пройти с минимальными затратами и наиболее эффективно дренажной системой, и увести воду с этого участка. Что делать жителям поселка сегодня, когда вода все еще не перестает пребывать, неизвестно. Когда проектирование будет завершено, и дренажная система, наконец, спасет их от бедствия, этот вопрос также остается открытым. Анастасия Донская, Сергей Абрамов, Бюро ТВ Проектов.